здравствуйте друзьям фейсбук сожрал мое видео опять так что мне придется записывать еще одно и от эхо я так не смог избавиться наушниках хорошо ну что же мы с вами прошли неделю практике те кто самого начала практикует те кто присоединился позже не страшно просто идите в своем ритме своем режиме впереди у нас две недели нового этапа практики такого фокусирования на дыхании поэтому вы можете ну как-то отрегулировать это для себя начать первую неделю поработать с позой сколько-то дней когда вы почувствуете что это вам уже достаточно можете переходить постепенно к практике фокусирования на дыхании и так основная идея нашего продвижения в практике заключается в таком как бы нанизывание элементов один на другой я просто тут сценарий и так чтобы ничего не забыть мы начали с основы с выстраивания позы я считаю это действительно фундаментом практики потому что мы живем в теле мы живем телом наши чувства эмоции это телесные процессы и когда люди часто говорят что их беспокоит навязчивые мысли ну часто люди как раз приходят к медитации вот с такой задачей как-то избавиться от этих навязчивых мыслей ну что все время все время крутится что-то там воспоминания о прошлом какие-то тревоги о будущем сложно возвращаться вот в это присутствие но нас ведь беспокоит не мысли сами по себе ну потому что мысли чего она мысль мысль пробежала и пробежал вот кошка пробежала скажем вот я увидел что пробежал кошка мимо на улице я увидел это я подумал кошка пробежал и чего что в этом страшного ничего в этом страшном ничего нет такие мысли они не страшны они нас не беспокоят они пробегают как кошки но если у меня скажем месяц назад или там полгода назад умерла моя родная близкая мне кошка то тогда когда я вижу вот эту вот пробежавшую мимо меня кошку меня может возникнуть какая-то такая ностальгия горе чувствую горе потери моей кошки и моментально запускается ассоциативная цепочка от этой кошки совершенно чужой мне кошки незнакомыми кошки к моей кошки и к моим чувствам по поводу этой кошки к моим воспоминаниям и я могу как-то достаточно надолго погрузиться в это все эти воспоминания в это переживание и конечно это нормально нормально переживать разные чувства но проблема в том что когда мы не можем как-то вырваться из них что ли за таких вот тесных объятий когда мы слепаемся с этим и проблема еще раз хочу сказать что проблема не в самих мыслях не самом внутреннем диалоге или в каких-то образах которые у нас возникают потому что ну как бы они пришли ушли проблема в том что эти мысли эти образы заряжены эмоционально и тогда они нас затягивают в себя и тогда мы погружаемся в это в этот внутренний диалог вот в это некое состояние какое-то переживание там событий которых сейчас в реальности уже нет я могу переживать там не знаю какую-то обиду которую меня случилось пять лет назад скажем да и я вот вспоминаю этого человека что-то явилось триггером вот так же как эта кошка пробежавший ел с триггером моих воспоминания моей кошки точно так же вот это и триггером для вы воспоминания об этой обиде переживание этой обиды можете вид все что год это может там на мне нам может напомнить об этом любая мелочь я там увидел человека похожего просто похожего на того кто меня обидел или там что-то прочитал такое же имя и все что угодно и сразу же меня возникли эти же чувства которые были у меня тогда и соответственно эти же образы связанные с ним и с этим человеком скажем с этой обидой какой-то внутренний диалог начинать с ним там может быть спорить я начинаем чуть доказывать внутри себя поэтому человек которого которого нет он может сильно уже умер какое-то время назад или живет но он не подозревает что я вот все еще на него обижаюсь например ну и чем рассказывает все об этом знаете у каждого есть такие ситуации которые от вас забирают но что в чем здесь проблема что когда у нас то есть из чего состоят вот эти вот чувства мысли заряженные вот эти состояния они состоят красным из неких образов или внутреннего диалога и вот этих физических телесных ощущений но внутренний диалог и образы они очень такие быстрые они эфемерные и мы в них как бы на есть так как в туман такой погружаемся и мы как-то внутри этого оказываемся и нам очень сложно это осознавать нам и как-то только через какое-то время через полчаса вот такого думания я вырываюсь оттуда нам божем где только чтобы в каком-то тумане сильно и очень сложно очень сложно там найти какую-то опору в этом тумане очень сложно как-то ну вот увидеть а это мысль это так это вот образ это внутренний диалог увидеть это и отпустить бывает сложно ну и для большинства это сложно тело но медленнее тело но более вот такое плотное и процессы в нем протекают медленнее то есть нам их в общем то легче заметить ну еще видимо как-то эволюционно мы уже как с телом не настолько сильно идентифицируемся как вот с нашими мыслями с нашими чувствами вот с нашими этими образами мы как бы можем легче почувствовать какие-то телесные физические реакции и не быть поглощенными тотально вот я могу чувствовать вот здесь у меня там какое-то напряжение здесь у меня какое-то распирание здесь у меня подтягивает и как могу чувствовать это не подавлять это не не сепарироваться от этого но при этом как бы еще и наблюдать это вот у меня есть такая боль а это неприятная боль но я могу наблюдать ее то есть в теле мы можем опереться своим вниманием вот на это ощущение физическое ощущение и быть какое-то время с ним для нас это очень важно потому что когда я могу быть с этим я ну как бы не не внутри этого а вот быть как бы больше этого и быть какое-то время я вижу что-то меняется и я уже не на сто процентов во власти этого то есть но и что надо вот опять же тут вспомнить что как я уже говорил что любое наше состояние или чувство какое-то оно имеет несколько составляющих вот это возможно какой-то образ внутренний диалог и также вот физическое ощущение скажем я испытываю страх как именно я его испытываю вот этот вопрос ли я испытываю обиду как именно я испытываю обиду у меня есть там скажем образ вот этого человека или этой ситуации где я там обиделся но также у меня есть это физическое переживание и вот очень хорошо если я могу заметить образ но гораздо легче что ли гораздо и эффективнее в том числе это заметить как это чувство этот страх этого обиды это там не знаю гнев злость все что угодно любое чувство как она проявляется телесно это во первых что нам легче замечать телесные процессы легче чем значит вот всякие мыслительный процесс легче замечать и не идентифицировать с ними и второе у нас есть возможность менять эти процессы вот это очень тоже важный такой момент менять их через тело то есть если мы становимся более внимательны и вот к этой связи тело сознания тело сознания там состояние сознания чувства и их телесное проявление телесное воплощение там скажем вот есть определенное чувство гнева как именно она у меня телесно воплощается у меня сжимается челюстью например у меня меняется паттерн дыхания как-то я специал дышу мне это может быть кулаки сжимаются у меня может быть еще что-то сжимается там животе или где-то еще или страх то же самое я испытываю чувство страх но при этом у меня тело проявляет эти чувства воплощает их то есть у меня пример затаивается дыхание как-то меняется у меня биться сердце меня опять же там что-то сжимается не знаю в желудке в животе соответственно любое чувство или там я я расстроился я подавлен соответственно как это подавленность проявляется меня может быть там комок в горле мне может быть плечи вот так опущены то есть всегда всегда любое состояние наше то что мы можем назвать общим состоянием оно как-то проявляется телесно как-то воплощается в теле и вот если мы начинаем сначала просто замечать это на что вот я испытываю то-то и мое тело реагирует так то она реагирует обычно изменением дыхания определенным паттерном дыхания какими-то напряжениями внутренним каким-то рисунком напряжений и какой-то позой также еще я могу и часто мы можем осознать почувствовать что мы как раз не в контакте с какими-то телесными проявлениями например когда происходит стресс когда нам страшно часто мы теряем почву под ногами ведь это же но я думаю что каждый это испытывал вас стресс и вы как будто вас ноги становятся ватными и и вы теряете ну вот то что мы знаем я потерял почву под ногами земля ушла у меня из-под ног от какого-то неожиданного вот событий соответственно я как будто бы потерял этот контакт с опорой точно также второе вот признак стресса практически всегда это происходит когда у меня внутри сжимается что-то напрягается как будто схлопывается внутри и соответственно когда я замечаю вот такие реакции изменение дыхание измене позы изменение своего какого-то контакта с чем-то то тогда что что следующее очень естественно логично можем увидеть что изменив какой-то телесный параметр я могу повлиять на свое состояние то есть это мост двусторонний с двусторонним движением знаете если состояние влияет на телесные проявления на кого просто воплощается в телесном проявлении то точно также уже сознательно меняя свое телесное проявление я могу менять состояние станет сознания и ну как вот то что мы называем общим состоянием ну то есть если я чувствую что у меня как-то затаилась дыхание штаны что-то как-то его его сдерживаю что она где-то вот здесь вот там как-то я дышу так вот то если я попробую изменить это дыхание специально уже несколько раз может глубоко вздохну расправлю плечи раскрою грудь может быть опущу как бы дыхание вниз в живот то что сразу сразу же меняется состояние я могу это заметить и могу это сразу же почувствовать опять же так как она меняется это состояние если я чувствую что у меня как-то вот внутри все сжалось груди сжалось то что может быть мне опять же раскрыться может быть мне там представить какой-то образ вот мы делали например в первой медитации образ с улыбкой да вот если я просто представлю что я улыбаюсь этой частью тела да это сразу же меняет тоже мое телесное состояние или я там представлю что у меня свет исходит из груди предположим да тоже это сразу же происходит некое расширение расширение то есть нам если вы чувствуете изменение состояния эмоционального общего состояния и она имеет определенные физические проявления и это состояние вам не нравится то измените физические проявления на противоположное вот в ту сторону который вам бы больше нравилось то есть если вы чувствуете схлопывание сжатие закрытие то попробуйте раскрыться подумайте что вам может помочь как-то внутри расслабиться раскрыться вот например образ света образ улыбки или просто внимание к этому участку тела несколько дыханий каких-то то есть это всегда нам доступно это всегда достаточно просто увидеть окей меня сжалось я могу рожаться что мне поможет рожать или я потерял почву под ногами что мне поможет но мне поможет внимание туда на направить внимание почувствовать а вот она опора я чувствую физически и это постепенно начнет как давать мне внутреннюю опору но для этого нужно вот остановиться и просто почувствовать это войти с этим в контакт так что дальше только вот здесь важно понимать что изменяется вот эти параметры и изменяет соответственно состояние никаким таким прыжком из одного в другой из одной противоположностью другую не на сто процентов а насколько то на чуть-чуть то есть вот здесь важно сразу же сразу же как-то избавиться от код перфекционизма и каких-то вот этих гипер ожиданий что я сейчас вот научусь вот так вот телом как-то управлять и буду там вообще неуязвимым буду община сто процентов таким вот героем а вот меня чуть-чуть возникла какого-то там не на фрустрация я сразу что-то изменил в теле и такой сразу же веселый давай радостный вот счастливый человек нет конечно же нет конечно вот эти состояния они будут приходить они будут приходить и уходить будут то что мы за негативными чувствами они будут приходить к нам потому что это часть жизни ты часть жизни но осознавая их и меняя что-то в своих телесных проявлениях мы можем чуть-чуть улучшать ситуацию да может быть на пол процента но все-таки чтобы вас не совершенно сбивалось ног а вот чтобы вы как-то чуть-чуть но эту опору могли обрести нам это просто помогает справляться со сложными ситуациями со своими сложными чувствами когда я не не полностью на сто процентов ими захвачен но там на 90 процентов до хотя бы то есть мне здесь процентов где я могу чувствовать какую-то свою себя свободу что-то мне может помогать но здесь есть хорошая новость что если мы это тренируем то она постепенно растет тот навык во первых скорость этого изменения до что если в начале пока вы там почувствуете эту землю под собой пока вы там что-то в себе в расслабить и это долго долгий процесс это нелегко происходит но постепенно если вы тренируетесь это делать регулярно то ты быстрее этому научать и сам объем вот этих изменений он тоже увеличивается сначала там это может быть там полпроцента потом три процента потом 10 процентов потом 20 потом видишь 50 то есть что тетя на состояние легче изменяется вы как бы легче переходите из одного состояния другое ну да как дети вот вот они же всегда этом они они легко относятся к этим изменениям состояния они еще не научились за них хвататься то есть он поплакал ребенок посмеялся поплакал посмеялся ну и все знают это что они как-то легко переходят из одного в другое и не цепляются и опять же в этом нет нашей вины что мы цепляемся мы мы не сознательно это делаем ах вот я бы хочу я пообежаться целую неделю да вот потому что как-то вот получить удовольствие от обиды недельку я пообежать конечно это происходит бессознательно и конечно мы не хотим обижаться да ну кто хочет сидеть и и и и целую неделю быть обиженным да никто не хочет но это как бы вот просто на что-то заставляет да вот это состояние нас поглощает и что-то внутри нас цепляется происходит это отождествление такое идентификации меня с этим состоянием то есть еще раз на тело и сознание это одно нераздельное целое это наша такая основная парадигма но получается что первых там из-за наших каких-то травм там детских в первую очередь и также просто вот из в целом из такой парадигмы жизни в которой мы выросли в который мы которым мы родились выросли живем вот условно назовем западной парадигмы жизни который так вот разделяет все разделяют тело и и ум то это отдельная значит материи и дух это отдельная вот так уж сложилось вот исторически что мы воспринимаем все в основном по отдельности и нам сложно бывает это вот как-то пережить почувствовать как одно целое но получается что с нашей практикой вот такой когда мы то что то что я уже описал до когда есть состояние я чувствую как она проявляется в теле и меняя телесные проявления меняю состояние я постепенно эту связь вот эту это цельность точнее даже не связь а цельность тела и сознания и восстанавливаю в себе в своем восприятии она никуда не уходила от меня под реально но я перестал и чувствовать может быть как когда-то и вот с этой практикой мы восстанавливаем эту чувствительность к цельности тела и сознания и и поэтому мы с тела начинаем нашу практику вот первую неделю поэтому выстраивали эту позу мы старались замечать вот эти связи состояния и телесного проявления связи как в одну сторону так и в другую также мы и дальше будем работать с телом жить в теле возвращаться к нему каждую настройку на на медитацию проходить через телесную настройку только может быть чуть быстрее и немножко ну вот меняя меня акценты практики но это был вот первый этап базис такой фундамент просто чувствование своего тела и связи его состояниями сознания следующий этап который нам необходим для развития практики это некоторая стабильность внимания чем вот то что я говорю некоторое это важно потому что есть определенные практики медитации которые но учат такому какому-то супер фокусированию да вот когда вы фокусируетесь уходите в этот фокус в этот в этот объект как-то с ним прямо сливаетесь но это очень долгие тренировки важны для этого и такой прям посвящать себя всему всего себя вот этой практике то есть уйти куда-то в какие-то мы в какой-то какую-то пещеру запереться там и сидеть вот сидеть и фокусируется фокусируется сутками там какими-то часами вот тогда вы натренируетесь это все для себя и там уже какие-то измененные состояния сознания возникают да когда вы сливаетесь с этим объектом своего вот созерцание и прочее когда исчезает между вами это дихотомии субъекты объекта да вы становитесь единым целом там какие-то самадхи и прочее ну вот это все прекрасно это все хорошо но если это вам надо но но если вам это надо то извините меня вам нужно этому жизнь посвятить или большой участок жить большую часть жизни много часов практики много лет практики если если вы не готовы то не надо и для нашей практики для нашей традиции вообще это вообще не главное для нас важно только вот как бы такой вот небольшое небольшая способность к фокусированию в смысле как небольшая чуть больше чем у рядового человека который вообще ее нет никакой да когда у него мечется внимание постоянно то только и только и делать что мечется вот нам нужно натренировать себя на там не знаю минутку две три может быть да вот но удерживать и и это не так-то легко даже ну вот три минуты удерживая нам потому что мы мы сели дали себе зарок так я буду сейчас значит фокусироваться на дыхании и что происходит а вот я значит фокусируюсь на нем в течение 30 секунд хорошо если 30 секунда и потом все убежала внимание но я возвращаю опять и опять на дыхание и вот так мы его тренируем и глядишь потом и минутку я могу высидеть глядишь там полторы минуты будешь две минуты то есть это растет этот навык но нам его вот нужно опять же тренировать потому что без этой вот стабильности внимания нам очень сложно будет продвигаться в практике как достигать того вот тех задач которые нам важны в ней и сейчас я как раз еще раз хочу сказать так озвучить вот этот главный вопрос а что мы вообще-то тренируем в медитации на вот в этой вот в конкретно в дизайн медитации и в целом том что мы можем назвать практика осознанности вот мы тренируем осознанность или присутствие здесь я эти слова беру как синонима и мне даже больше нравится слово присутствие то есть присутствие вот прямо сейчас в этом мгновении в этом моменте и и сейчас и сейчас и сейчас что это значит что значит вот это присутствие это переживание того как знание точнее знание того что я сейчас переживаю прямо сейчас но это знание оно имеет некоторые такие качества это как бы такое вот я это еще называю вот это присутствие называю словом таки мета состояние или мета позиция то есть это то что в принципе есть всегда у вас всегда есть определенный уровень присутствия вот просто есть это чувство я есть я есть я живу у вас могут быть очень разные состояния внутри этого но самое главное такое мета состояние это то что вы есть и это легче всего проиллюстрировать таким простым упражнением я его обычно делаю предлагаю сделать в живых моих семинарах тренингах а так как здесь видео то мы можем тоже и сделать и некоторые из вас кто ко мне уже ходит какое-то время мы его уже делали но все равно я предлагаю вам повторить потому что она очень наглядно и и она даже как-то вот у некоторые люди говорят что но их как-то торгает что что-то с ней происходит но только нужно очень честно его сделать вот прямо физически его надо сделать что значит физически вот у нас есть палец нас есть рука и с пальцем хотя пальцем показывать некрасиво нехорошо но мы это сделаем вот значит возьмите вот так прямо вытяните палец вот и этим пальцем покажите на любой предмет который вот есть где-то в поле вашего зрения в поле вашей видимости предмет физический любой любая вещь я сейчас показываю на свой прекрасный микрофон и и отметьте что у этого предмета на которую показали есть цвет и форма цвет и когда эта форма окей просто отметьте это теперь переведите палец на что-то другое что ваше поле вашего внимания опять же есть вот я у себя показываю на лампу и опять же отметить что есть цвет форма и третий какой-то предмет опять цвет форма хорошо теперь то же самое покажите на какой-то свою часть тела вот я сейчас показываю на свою руку и отметьте что у этого объекта тоже есть форма и цвет там цвет вашей одежды цвет вашей кожи и форму и еще одна часть тела другая часть тела совсем тоже которую вы видите которую в поле вашего зрения тоже не из тела и цвет цвет и форма смотрите хорошо а теперь мы проделаем такой фокус вот возьмите этот палец и направьте его себе в глаза и только честно туда куда указывает палец туда куда он указывает вы что-то там видите там есть цвет и форма вот там понятно что вы смотрите зеркало и вы каждый день каждый день там и знаете что там как это выглядит что этого есть цвет и форма вот когда вот вы вот так вот показываете вот там там нет ни цвета ни формы точнее вы просто ничего об этом сказать не можете а вот тот кто воспринимает он не может воспринять себя как вот глаз не может увидеть себя язык не может себя почувствовать палец не может сам себя потрогать палец кончик пальца почувствовать себя без соприкосновения с чем-то еще вот с другим пальцем и с другим пальцем он соприкасается и все они чувствуют а вот сам с собой он не может и вот точно так же вот вот есть этот я есть этот я который переживает все переживает жизнь который я есть и я ничего не могу об этом сказать у него нет ни цвета ни формы которую бы я мог увидеть а все остальное вот все что я вот это я который я есть воспринимает это все объекты понимаете вот микрофон это объект лампа объект кресло объект моя рука это объект моя нога это объект моя голова это объект и что самое для нас главное в нашей практике мои мысли это тоже объекты у них тоже есть какая-то форма мои мысли скажем это образ 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 какого-то воспоминания или это мысль как слово какое-то как звук как диалог это форма и точно так же мое чувство моя какая-то эмоция это тоже форма это тоже объект я могу показать на эмоцию пальцем вот и и поэтому для нас очень важна вот эта телесная составляющая да когда я чувствую эмоцию мой страх как именно в какой форме проявляется этот страх скажем у него есть мысль о чем-то чего я боюсь есть образ этого чего я боюсь и есть обязательно есть вот эта физическая составляющая есть там сжатие какое-то есть изменение дыхания есть то и все в теле и это объект и значит я могу это свидетельствовать значит я могу наблюдать это точно так же как я вижу микрофон точно так же как я вижу компьютер я могу смотреть на свою мысль на свое физическое телесное ощущение как на телесное ощущение и в этом хорошая новость очень для нас да что я не обязан быть этим то есть еще раз все на что я могу показать пальцем это объекты вещи части тела мои чувства мои мысли и наша проблема с которой мы собственно основная наша проблема с которой мы работаем это проблема слепания проблема идентификации вот если я научился в процессе своей жизни отличать себя от микрофона отличать себя от кресла от компьютера и даже я научился осознавать руку окей рука моя рука но я не есть эта рука в смысле в том что я больше чем эта рука если мне отрезать руку не дай бог то как нибудь я без нее проживу без руки даже без двух без трех то есть то есть это все части меня руки ноги мысли чувства это все части меня но я не есть это я нечто большее включающие в себя это а проблема как раз в том что если я могу наблюдать свою руку и какие-то процессы в ней там телесные физические у меня там рука теплая рука прохладная или там чувствую пульс пульс какие-то нейтральные ощущения или даже неприятные боль но я чувствую и вот окей но я не внутри боли то с эмоциями и вот с этими с тем что я называл заряженные эмоционально энергетически мыслями образами у нас проблема потому что мы с ними слипаемся мы отождествляемся и тут очень хорошо язык это показывает язык вот когда я говорю я разозлился или я боюсь или что там я уст я устал или я мне скучно вот так мне скучно то что 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 как бы я говорю этой фразой я говорю что я весь разозлился я весь испугался мне всему скучно то есть получается что вот есть некий я маленький внутри большого состояния это большое состояние меня как бы поглотило оно вот меня забрало в себя я внутри состояния и мы говорим что я или мы даже так говорим я не в настроении в каком-то специальном я потому что я в другом настроении и поэтому я что-то не могу я что-то там вот меня это состояние это настроение оно меня поглотило полностью я в нем то есть я идентифицировался я отождествился с ним и в этом проблема да что как получается что я не очень-то себе хозяин что состояние пришло и я вот в нем и как мы помним что вот у детей их плюс плюс детей в том что одно состояние пришло окей ничего страшного пришло другое опять окей да сейчас расстроился сейчас порадовался опять расстроился все нормально но минус в том что они хаотичные что они как раз таки не могут этим никак управлять но они не хозяев этих состояний а наш минус в том что мы попадая в состояние мы там застреваем но у нас есть плюс что мы можем уже сознательно учиться выходить из этого сознательно с помощью определенной тренировки то есть то что мы делаем и вот в этой формальной медитации и в неформальной тренировке осознанности мы стараемся разлепиться с вот этим состоянием которое нас поглощают которое на нас так вот накатывают и стать больше них стать вот этим вот то что их вмещает вот этим пространством пространством в котором все это происходит вот это мета состояние я есть вот свою эту идентификацию с приходящего состояния вот изнутреннего вытащить и отождествлиться с этим я есть внутри которого происходит это состояние знаете формально ничего не меняется состояние всего пришло настроение пришло чувство пришло все равно этот страх пришел например обида пришла раздражение пришло скука пришла но я в случае если я идентифицируюсь с этим свидетелем с этим я есть с этим пространством я больше этого уже не я внутри состояния а состояние внутри меня понимаете разницу это большая разница большая и для нас это получается такое достаточно экологичное проживание этих чувств потому что я их не подавляю я не сепарируюсь с ними я их не отвергаю да злость есть сейчас она есть она есть во мне я ее чувствую переживаю но я не на сто процентов завишу от нее я больше нее и для нас это важно именно в таком очень прагматичном смысле потому что ну вот если если я больше чем какое-то чувство если я не захвачен им то тогда у меня появляется выбор и ну потому что ведь я это не только какое-то сиюминутное чувство приходящее чувство я это что-то большее у меня есть например ценности у меня есть какие-то важные для меня смыслы и вот например я живу с девушкой да и мои отношения с ней важны для меня да мы живем долго счастливо достаточно и я бы хотел продолжать свои отношения с этим человеком жить с ней вместе и ну как все нормально живи живи и соответственно но когда мы живем с кем-то нам нужно поддерживать это как-то ведь да то есть нам нужно ну как-то все время договариваться вот как мы продолжаем что мы делаем как мы друг с другом тут обходимся и ну как всегда мы живые люди приходят разные чувства да я вдруг там на что-нибудь разозлился и не важно справедливо или несправедливо я просто разозлился в смысле это чувство пришло это чувство пришло и вот если я вот такой вот весь неосознанный и просто попал внутрь этого чувства и на волне этого раздражения например наговорила и кучу гадостей то вопрос поможет это вообще моим отношениям с этим человеком продолжению да вообще вот если у меня есть эта ценность вот эта ценность а вот здесь вот у меня ценность я хочу продолжать жить с этим человеком а здесь у меня пришло раздражение пришла злость какая-то да какая-то вот на волне чего-то но ни какой-то ситуации я внутри этой злости я в принципе могу вот эту свою ценность разрушить даже да просто наговорить так такого вот таких гадостей наговорить что ну человек просто скажет да зачем мне это надо ну то есть в любом случае вот эта моя захваченность этим состоянием она никак не помогает разрешению там ситуации какой-то да ну и в общем то я думаю что не нужно это долго размусоливать каждый знает об этом да каждый бывал в этих ситуациях что вроде бы наговорил чего-то а потом думаешь господи зачем что это на меня нашло вот мы говорим на меня нашло что-то да вот это вот чувство меня захватило я как бы потерял себя я потерял вот эту свою связь с ценностью мне вообще-то я вообще-то люблю этого человека люблю его так чё же я на него вывалил на него ушат дерьма сейчас так вот когда если мы все-таки тренируем себя в этом вот более таком открытом широком присутствие осознавание этого всего то я могу тогда осознавать вот пришло это чувство и оно никуда не девается это тоже реальность это тоже я тоже злюсь но есть кроме этого еще и моя любовь моя ценность отношений с этим человеком и вот в этом пространстве я тогда могу выбрать ну то есть у меня больше шансов выбрать не изнутри этого чувства злости что-то такое говорить а как-то по-другому поступить что-то по-другому сделать другое действие вот то что будет полезно для наших отношений и может быть это сложно будет потому что опять же я хочу сказать что это все не я я сейчас рисую идеальную картину да вот вот я такой вот открыт такой пространстве как будто я никогда не попадаю в эти волны свои волны чувств конечно я попадаю каждый из нас попадает в эти программы но если мы тренируемся у нас есть больше шанс во-первых быстрее это заметить да быстрее немножко выскочить вот она пришла и и ты а ты заметила выскочил во вторых она не так сильно держит ну то есть как-то уже взаимодействовать с этим опять же все это не идеально все и вы будете совершать ошибки и какие-то чувства какие-то состояния какие-то программы они будут гораздо сильнее вас захватывать какие-то меньше но в любом случае вас будет какой-то шанс будет будут шансы будут повышаться на какой-то более такой более сознательный выбор более свободный выбор вот вот но вот это здесь важно понять важно важно это понять что вот это такое разлепление разотождествление с этими чувствами когда попадаю внутрь этих чувств внутрь этих состояния его невозможно сделать через какое-то гиперусилие да давай разотождествляйся вот ты значит вот ты это больше так это это не работает так это это как вот как с напряжением да физическим напряжением вот вы не можете расслабиться через усилие через гиперусилие да через какой-то расслабься расслабься это как отпустить вам нужно направить на это внимание вот я обычно предлагаю людям вот прямо сейчас давайте с вами тоже проделаем такое упражнение вот прямо сейчас направьте свое внимание на мышцы вокруг глаз скорее всего вы обнаружите там какие-то напряжения это если чуть-чуть и побудетесь этим можете даже глаза закрыть если хотите то что происходит скорее всего они немножко смягчаются если вы если у вас вокруг глаз нет напряжения хотя что бывает редко попробуйте почувствовать весь свой центр тела живот солнечное сплетение скорее всего вы тоже где-то увидите почувствуете какие-то напряжения как их расслабить просто побудьте с этим видите что оно хотя бы чуть-чуть но отпускается и вот то что мы делаем то что мы делаем в нашей практике мы формируем такую ситуацию вот мы садимся каждый раз мы специально помните проходим по телу да как-то вот осознавая его чувствуя и чувствуя как когда мы приходим куда-то вниманием то этот участок может немножко смягчиться там пришли в область челюстей и челюсть может немножко отпуститься шли в область солнечного сплетения солнечное сплетение может немножко отпуститься опять же настолько насколько получается сколько возможно но это просто происходит само когда я направляю туда внимание и какое-то время там его удерживаю это происходит само вот это отпускание оно происходит но это тренировка нам нужно тренировать это нам нужно постоянно делать какие-то регулярные там регулярные усилия вот такие вот усилия без усилий в том смысле что просто создавать для себя эту ситуацию тренировки вот наша формальная практика формальная практика называют таким контейнером структурой когда мы у нас есть время пространство у нас есть наше тело вот это основные элементы структуры основные как бы элемент этого контейнера я сел завел себе будильник и вот говорю что следующие 30 минут я буду сидеть а в этом контейнере вот в нем уже все происходит в нем я просто тренирую нужные мне качества там присутствие вот это фокусирование внимания там смягчение чего-то способность принимать отпускать способность вот это вот расширяться все это внутри контейнера формальной практики внутри этой структуры то есть еще раз скажу что мы тренируем в себе состояние большего присутствия такого ясного заинтересованного но неприлипчивого не отождествленного вот с объектами а такого мета состояния я есть в котором происходит всякое приходит вот эти где есть эти объекты феномены но эти объекты это не предметы это процессы вот в этом тоже есть хорошая новость о том что любое чувство оно приходит и уходит любое состояние оно приходит уходит это процесс любая мысль оно приходит уходит это сильно хорошая новость для нас но с одной стороны она конечно и плохая тоже потому что мы ничего не можем задержаться нигде ни в чем жизнь Жизнь приходит и уходит. Она как дыхание приходит и уходит. Но и хорошая новость в том, что, да, мы в чем не можем задержаться, и все самое плохое уходит, и все, что нам не нравится, она тоже уходит. И вот, собственно, там какие-то известные экзанские мастера, Даген, например, или потом Шунжу Судзуки за ним это повторял, говорили, что фактически практика дзен или практика буддизма имеет с собой одну цель, к большому счету. Это научиться жить в изменчивом мире. Что все приходит и уходит. Быть с этим, быть с этим, не сходить от этого с ума. И как-то жить достаточно легко с этим. Принимать, отпускать, принимать, отпускать. Но вот еще такой момент. Хотя я говорю о том, что вот это «я есть», когда мы показываем на него пальцем, мы ничего не можем, там ни на что показать. Нет предмета, нет объекта, нет формы. Но все-таки то, чтобы... Ну и это так, да. Но чтобы прийти к этому, нам помогают некоторые качества. Некоторые качества. Ну вот еще одна такая метафора, что вот... Вот есть пространство. И о пространстве, вот самом пространстве, вы ничего сказать не можете толком. Ну потому что вот вы можете сказать о границах пространства. Вот есть потолок, стены, пол. Это граница пространства. Но само пространство, оно пустое, в нем нет ничего. Значит, что вы ничего не можете об этом сказать. Вам не за что зацепиться взглядом. тоже в нем нет формы но это пространство скажем это пространство где я сейчас нахожусь пространство комнаты она наполнена все-таки воздухом да это не вакуум какой-то и этот воздух он может быть разного качества скажем вот я сейчас на море и у меня такой вот морской воздух дождь прошел как то такой вот влажный какой-то воздух наполненный морским ароматом там а может быть воздух там каком-нибудь спертый к это может быть затхлый какой-то токсичный то есть качество этого воздуха она может быть разным и вот так же и тут то есть вот это наше свидетельствование это присутствие это такое вот действительно как пространственное состояние это пространство но я считаю что очень важно чтобы она не было таким совершенно безразличным и никаким да не имела бы оттенков вкусов вкуса какого-то вот наполненности каким-то воздухом какой-то жизни потому что я ну вот уже об этом там в комментариях говорил что в этом одна из ловушек медитации действительно что я встречал людей которые мить много медитирует и становится таким вот холодными отстраненными и как-то знаете как как будто не живыми как будто вот что воля что неволя да вот они как будто бы ни с чем не в контакте не в контакте с жизнью и ну я не считаю что это хорошо то что мы живые люди и мы живем среди живых людей если ты хочешь уходить в пещеру жить там один ну тогда возможно это нормально но если ты хочешь жить с людьми то люди они теплые люди они живые люди они эмоциональные соответственно нам важно быть живыми тоже нам важно чувствовать и переживать это все но важно найти эту золотую какую-то середину найти вот этот вот этот центр какой-то вот середину знаете вот будда же тоже называл свой путь серединным путем серединным не не у не уходить в крайности да потому что вот если в на в этой парадигме до есть одна крайность такой вот холодного такого созерцательного восприятия когда что воля что неволя когда и меня нет совершенно никак никакого отношения специального специфического а второе такая вот вовлеченность такой жар такой да если этот холод то второе другое крайность это жар какой-то огонь страсти да я уж если уж я полностью там в этом злюсь так я уже злюсь меня это сжигает всего там и я там всех опаляю вокруг себя как дракон там какой-то если уж я боюсь так я полностью этом страйке опять же где теряю себя и наш путь получается какой-то серединный да вот искать этот баланс между между тем и этим между холодом и жаром и я называю поэтому путь тепла путь тепла нам важно быть теплым нам важно быть живым в то же время не полностью быть зависимым от этих чувств и поэтому вот когда мы говорим об этом присутствии в этом массу об этой осознанности я считаю что она что у нее есть свойства у нее есть свойственном важны культивация определенных свойств определенных качеств значит какие-то качества я выделяю четыре важных качеств во первых вот то что я уже говорил это определенный уровень стабильности внимания то есть способность фокусироваться не отвлекаться в течение некоторого времени это очень важно чтобы вот быть с чем-то наш если уж я с чем-то вот с человеком то я стараюсь быть с ним если я сейчас с этим компьютером со своей вот этой вот своим этим монологом то я стараюсь быть с этим на вконтакте мне важно сохранять внимание на этом не отвлекаться на то что там происходит других местах точно также в медитации мы тренируем в себе определенный фокус внимания во вторых это открытость это вот как раз это просторность пространственность когда я не сцепляюсь с объектами когда я не 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 сжимаюсь не 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 слепаюсь с ними нет вот этого тотального слепания когда есть некая просторность и такая открытость в-третьих это любопытство и интерес интерес то есть важно важно чтобы ваше присутствие было бы не вот недель индифферентным таким даже мне все равно а именно таким исследовательским живым заинтересованным на что когда вот когда мы спрашиваем задаем этот вопрос сами себе как ты как ты сейчас на когда мы так вот своей суете какой-то бытовой суете там течение дня я вдруг себя так вдруг себя вспоминаю и спрашиваю как ты вот в этом как ты есть это заинтересованность да есть это любопытство мне интересно как я сейчас какая как именно я сейчас переживаю себя вот это очень важно быть заинтересованным в себе быть заинтересованным в своей жизни быть заинтересованным в том что происходит сейчас быть любопытствующим то что называют дружественность или доброжелательность или доброта вот важно чтобы наше это присутствие она не было холодным как я уже сказал это такое обнимающее присутствие то есть такое определенное отношение к себе как к другу да ну потому что чушь себя ненавидеть или все время там вся критиковать то есть это вот такое все-таки доброе отношение к себе и к своей жизни и к своим же чувством на вот мне очень нравится английское слово embrace когда его переводит на русский то часто переводят как такое как принятие принять ситуацию но когда мы говорим по-русски принять ситуацию обычно нам слышится в этом такая сдача в такой какой-то какая-то вынужденность ну вот я ничего не могу сделать я не могу изменить ну окей придется мне принять а вот слово embrace если его перевести дословно то это объятие то есть это объятие не просто принятие но здесь приятие тоже наверное можем также в общем-то этим логически как-то разобрать да и увидеть что это такое впускание в себя тоже но вот объятие это получается более точное слово и посмотрите вот на уровне этой метафоры мне нравится эта метафора обнять ситуацию да не просто вот сдаться ей обнять ее мать от когда вы обнимаете другого человека вот скажем другого человека горе вы подходите обнимаете его то вы вы принимаете его таким как есть но вы как бы больше чем он да и вы больше чем его горе сейчас и вы позволяете этому быть но вы вы как проявляете это вы проявляете силу здесь вы из позиции силы это делаете потому что обнять из позиции слабость и это невозможно да вот вы можете обнять другого тоже он вот такой маленький он там страдает он горюет я выбор вы большой вы обнимаете его и вот используя это как метафору можем также обратить это на себя на какие-то свои чувства на свои вот состояния опять же вот это вот я есть вот это большое я которое свидетельствует который присутствие присутствует она может быть таким вот теплым она может обнять любое чувство скажем есть у вас чувство злости и вот это я есть она обнимает это чувство злости есть у вас раздражение и вот ваше присутствие обнимает это раздражение она больше и она добрая в это важно и как я сказал она любопытствующие да ему интересно что с вами происходит и она способна фокусироваться какое-то время быть с нами вот опять же с это в этой метафоре с объятием обнял и остаешься с этим не смотришь там в телевизор что там происходит там формально брал человека а сам значит там матч матч по телевизору смотришь нет из уже обнял будь с ним какое-то время направляя на это внимание то есть вот здесь как раз в этой метафоре складываются все эти четыре элемента я больше когда я обнимаю мне интересно что происходит с человеком он мне важен меня есть определенная интенция любопытства к нему я направляю внимание на него в течение какого-то времени я отношусь к нему по-доброму и вот все это теперь мы берем и поворачиваем к себе как каждому своему процессу я могу это обнять побыть с этим быть интересующимся заинтересованным хорошо это вот такая день генеральная генеральная наши значит позиция то что мы тренируем в практике осознанности не вот в нашей медитации за за а теперь я вернусь к задаче предстоящих нам двух недель практики и наша задача на это время это вот потренировать свою способность фокусировать внимание как раз один из этих четырех элементов еще раз уже вот прям с такой прагматичной точки зрения для чего нам нужно фокус уже как как инструмент как помощник вот если я снова вернусь к этому к этой теме когда некое состояние некое чувство она захватывает меня и как погружаясь в него но мы можем назвать это навязчивым состоянием вот как раз многие люди говорят что вот это не могу от мысли избавиться потому что они навязчивые эти мысли это может быть тревога какая-то какие тревожащие мысли меня до какие-то вот о будущем что-то будущем что мне делать там что со мной будет или о прошлом да вот пережевывание пережевывание этой жвачки вот как я обиделся 10 лет назад или какое-то вот совмещение да вот вот я обиделся там 10 лет назад а вот если я еще раз встречу этого человека и вот начинается фантазия о том как я его там встречу что я с ним там сделаю как ему там еще и как моя мстя значит как она будет страшно и и вот я в этом вот и это как водоворот такой да то есть проблему от этих навязчивых состояний мысли чувства в том что они как раз увозят нас из присутствия из присутствия с переживания текущего вот что и сейчас прям переживают я сейчас слышу как чайки у меня там кричат слышу чайки это меня возвращает присутствие здесь я как бы чувствую как у меня вот губуши и лица когда я говорю я вижу этот компьютер перед собой эту камеру вот это я присутствую сейчас здесь я присутствую в том что я говорю я слышу свою речь я не знаю откуда она появляется не знаю но я осознаю ее в момент выхода из вот это вот аппарата моего да вот я присутствую сейчас но если я значит там сейчас вспомню про там какому свою десятилетнюю обиду я уйду из контакта вот с этим да что сейчас происходит я буду там где-то в том чего сейчас нет реально в реальности вот и вот это вот нас вот эти вот наши навязчивость станет как водоворот который нас туда затягивает затягивать то есть получается что есть скажем воспоминания или образ какой-то или вот о будущем и и это как триггер такой мысль она сразу цепляет чувство чувство порождает новую мысль мысль порождает новые чувства вот это вот 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 как водоворот который нас круговорот этих мыслей чувств на затягивает и кроме того кроме всего прочего мы склонны катастрофизировать это вот как джон кабадин известный популяризатор майндфолны с практики осознанности он прям того как термин такой придумал катастрофизирование когда мы раздуваем из мух слонов когда мы любую там свою ситуацию ждем всего ну теперь все да все теперь все мы как бы вот если уже попал в какой-то вот там мне скучно и все не скушу теперь не скучно или я разозлился и и и все это злость или или вот люди говорят часто и и мне я вот сажусь медитировать а у меня мысли мысли да и вот этот ужас ужас какой ужас что у меня мысли мы превращаем это в какую-то вот трагедию в какую-то катастрофу у меня мысли я не могу от них избавиться и этой самой этим самым катастрофизируемым мы еще больше туда себя погружаем так вот что он вам здесь может помочь вот нам может помочь на то есть нам нужен какой-то вытаскиватель себя из этого водоворота нам нужен какой-то спасательный круг который бы нас удерживал или какая-то не задам палка крючок какой-то который бы нас вот такой вытягивала телу из этого водоворота возвращал вот в это вот раз больше присутствие это открытое пространственное такое состояние когда я могу наблюдать эти мысли эти чувства когда я могу быть больше них что нам помогает вот нам помогает некий фокус когда я себе задаю это заранее говорю что я буду возвращать себя к этому фокусу и значит вот из из этих всех вот когда меня утаскивает в прошлое будущее я возвращаю себя с помощью вот этого фокуса возвращаю себя в присутствии и здесь помогает вот опять же наше тело потому что мыслями мы можем быть где угодно можем быть в прошлом в будущем где угодно каких-то фантазиях грезах но не в контакте с реальностью а тело вот она как раз в контакте с этой материальной реальностью она всегда живет здесь сейчас вот сердце у меня прямо сейчас бьется тук 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 вот дыхание вдох выдох оно прямо сейчас какие-то ощущения вот ощущение опора у меня как как мы то сейчас опирается на подушку это прямо сейчас и соответственно если я выбираю это якорем то это всегда помогает мне возвращаться сейчас я могу выбрать якорем вот это вот как раз чувство опоры когда улетел друг вспомнил он почувствует опору вот почувствую как ноги стоят на полу как то следит и дыхание вот дыхание это очень хороший способ и ну там много всяких физиологических таких помогающих факторов у меня есть там специальные разговоры об этом вот всех разговоров которые вам прислал можете послушать почему именно дыхание для нас является хорошим таким инструментом и и вот мы выбираем в качестве основного вот это возвращаться для себя в присутствии мы выбираем дыхание это такой вот якорь для нас или спасательный круг или вот этот крючок который нас вытаскивает оттуда и я хочу вам значит сейчас предложить несколько экспериментов как мы можем работать с этим с дыханием вот прямо сейчас у сядьтесь чуть поудобнее каждый эксперимент займет там всего несколько секунд может быть там по полной нотки каждой и вот если я вам сейчас скажу первый эксперимент направлен на слова но через эти слова вы можете почувствовать определенные качества вот если я вам сейчас скажу следующие полминутки понаблюдайте свое дыхание окей а теперь я вам скажу по-другому построю эту фразу сейчас следующие полминуты почувствуйте свое дыхание побудьте с ним чувствуйте его чувствуйте свое дыхание если для вас разница в этих двух словах и соответственно в каких-то определенных оттенках качества когда вот вы пребываете своим дыханием я знаю удалось ли вам это как-то почувствовать но в целом идея такая что когда мы горим наблюдать дыхание то мы как бы разделяемся с ним да вот есть я некий наблюдатель есть дыхание я наблюдаю за ним как за чем-то отдельно но для нас это не очень хорошо мы здесь как бы сепарируемся соответственно другой способ когда я говорю что я чувствую дыхание как бы внутри него я я с ним я полностью его переживаю в каком-то смысле особенно когда если чуть дольше с этим тренироваться в этом тренироваться то вы как будто бы сами исчезаете остается только дыхание то есть вы и становитесь этим дыханием чувствуете как дыхание дышит через вас вот через это вот пространство вы как будто бы вот это вот пространство вмещающие себя дыхание это само по себе интересный такой вот опыт важный глубокий какой-то опыт такой связи с глубиной жизни окей значит второй эксперимент опять давайте как сидите прямо сейчас и снова почувствуйте свое дыхание побудьте с ним но теперь пробуйте определить где вам удобнее быть дыханием как вам с ним быть удобнее то есть каком-то участке тела может быть движение живота может быть движение груди грудной клетки может быть как он движется в горле может быть как она проходит через ноздри может быть весь этот поток дыхания как он движется сейчас через вас через ваше тело вот выберите для себя наиболее удобный для вас способ либо локально где-то наблюдать либо вернее не наблюдать а быть она быть с этим либо быть совсем совсем потоком дыхания так как это удобно сейчас для вас окей и третий эксперимент когда вы дышите то дыхание это как такая волна то есть у вас происходит вдох идет на горочку выдох под горочку потом чаще всего наступает к это пауза и вот продолжая дышать сейчас чувствует свое дыхание попробуйте найти где вам приятнее всего чувствует свое дыхание больше на вдохе на выдохе или в паузе может быть когда вы чувствуете вдохах испытывать какую-то такую приятность от того что легкие наполняются или когда вы делаете выдох что вы чувствуете приятность от отпускания или даже пребывание в этой паузе когда есть какое-то такое какая-то остановка внутренняя может быть это приятнее попробуйте найти сейчас наиболее приятный участок а может быть в вашем случае вам будет приятно все это вместе окей значит этого для вас это так сейчас попробуйте постарайтесь найти самое приятное ощущение какое-то отдыхание такое удовольствие приятности такое хорошо и четвертый эксперимент последний сейчас вот продолжая быть со своим дыханием продолжая просто чувствовать его переживать его разделите пожалуйста все свои все свое дыхание на такие читные циклы по 4 вдоха и выдоха один вдох выдох 2 3 4 и после того как вы сделаете 4 выдох произойдет у вас специально отвлекитесь посмотрите куда-то в другую сторону в какую-нибудь сторону почешитесь подвигайтесь буквально несколько секунд или там одну секунду отвлекитесь а потом снова вернитесь к дыхание сделайте 4 вдоха и выдоха вот как мы это делали там где удобно там где приятно всего больше всего там фокус и несколько раз так повторите 4 вдоха и выдоха и специально отвлекитесь отвлечения опять 4 вдоха и выдоха и специальное отвлечение что мы здесь делаем все можете пока сейчас на этом закончить упражнение что мы здесь делаем знаете как вот наше это отвлечение они неизбежны они неизбежны но очень часто мы превращаем эти отвлечения в какую-то еще большую проблему чем они являются они мы они в принципе не являются никакой проблемой и отвлечение это естественно но мы превращаем их в проблему что мы начинаем себя ругать ах ты опять отвлекся там вот да что что не можешь сфокусироваться что что такое вот бездарь не учит и далее и мы еще больше запускаем в себе этот процесс на а здесь что мы делаем мы как бы себя перехитриваем тревогим мы как будто берем это отвлечение в свои руки мы как-то знаете как-то облегчаем это отвлекся ничего страшного привлекся потом обратно как бы это я выбираю сейчас отвлечься и потом снова привлечься снова сфокусируется потом опять отвлечься я выбираю это соответственно постепенно постепенно мы во первых учимся просто легче к этому относиться во вторых вот мы учимся этому навыку возвращать себя к дыханию возвращать себя к нему потому что для нас вот в нашей практике возвращение себя в присутствии это более важный навык чем просто непрерывно непрерывно и долгое фокусирование нам гораздо важнее возвращать себя потому что почему это важнее потому что в нашей повседневной жизни у нас очень много факторов в жизни когда когда я иду там не знаю на рынок у меня тут стоят то 5 10 мне очень много всяких факторов которые привлекают мое внимание но при этом если у меня есть навык возвращая себя то я привлекся а потом снова вернулся к себе снова вернулся в большее присутствие и вы и нет ничего страшного что я отвлекся что я могу снова вернуться мы тренируем вот это здесь это очень важный навык возвращаться и соответственно на вот эти две недели практики дыхание я предлагаю сделать дыхание таким вот якорем как в формальной практике так и в неформальной то есть где бы вы ни находились вот помните если мы в первую неделю мы в неформальной практике старались задавайте вопрос как ты и просто осознавать как я сейчас телесно да в первую очередь телесно то сейчас вот вторая третья неделя я предлагаю опять же спрашивать себя этот вопрос как ты и обращать больше внимания на дыхание и немножко чуть-чуть насколько это получается какое-то время оставаться с ним оставаться с этим дыханием опять же может как-то у меня или не меняя но оставаться с ним вот в повседневной жизни где бы ни были вспомнил себя вспомнил дыхание ну и формальной практике значит я после вот этого теоретического моего разговора еще запишу медитацию с той практике которую мы только что делали отвлекся привлекся отвлекся привлекся но в тех файлах которые я вам послал на почту там много разных вариантов настройки на эту медитацию наблюдение дыхания или точнее еще раз бытия со своим дыханием чувство не своего дыхания когда я нахожусь своим дыханием вы посмотрите что для вас как-то лучше работает что для вас вообще может быть вы выберете на эти две недели одну какую-то практику будете делать а может быть вы будете выбирать какие-то разные настройки разные пробовать посмотрите как это для вас лучше удобнее и в завершение я еще хочу вот что сказать это касается в целом нашего ретрита я просто уже там с одним из участников говорил ему об этом просто написал в комментариях хочу сейчас повторить для всех на этом ретрите у нас действует только одно но генеральное правило что для вас работает это хорошо а все что не работает выкиньте это подальше или переделайте под себя как вам это удобней что мы все разные мы все живем в разных условиях и у нас тут нет священных ритуалов обязательных к исполнению всеми просто я там проводя уже какое-то время вот эти онлайн ретриты нашел несколько инструментов помогающих многим людям большинству людей в продвижении практики однако понятно что инструменты эти усредненные а мы все разные поэтому вы можете ориентироваться на мои рекомендации но все же следовать своему собственному процессу и подстраивать любую практику под себя а не себя под практику то есть я вот считаю что это очень важно для нас не жить ради практики а практиковать ради жизни а если вы практикуете ради жизни то подстраивайте эту практику под свою жизнь вот так ну все спасибо пишите свои вопросы или свои комментарии оставимся на связи счастливо пока 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 пока